Ребята, всем привет! На одном из моих спонтанных стримов мы с одним человеком поговорили. Оказывается, что он в последнее время увлекся выращиванием всяких растений. Мне это на самом деле тоже интересно. Он говорит, нужно поставить таймер, чтобы их лампы освещали часов 16, и тогда там помидоры, там всякие, там на подоконнике что-то растет у людей. Это на самом деле очень и очень интересно, и я подумал, что будет интересна вот такая вот штука, такой вот набор посылок. У меня есть знакомый, который собирается управлять тоже какими-то растениями, я не знаю, что за растениями, но ему нужен, короче, полив. И он попросил меня заказать огромное количество всяких штук для полива. То есть это шланги, причем много шлангов, видимо, растений у него очень много. Вот это, я так понимаю, разбрызгиватели. Тут можно, наверное, настраивать мощность разбрызгивания. Такие шланги, достаточно жесткие. То есть ты сюда это ставишь и подключаешь. Так, это вы увидели. Это тройнички. То есть, например, у тебя идет шланг, ты сюда ставишь тройничок, и от этого тройничка отводишь сюда брызгалку. То есть у тебя там несколько растений, тут растения, тут растения, тут растения, тут растения. Ты тянешь шланг, тут тройничок, тут тройничок, тут тройничок, тут тройничок, тут тройничок. Ну, естественно, можно этот шланг сделать подлиннее, то есть уже на ваш вкус, на ваш выбор. Я в этом ничего не понимаю. А это для того, чтобы все это цеплять. То есть воткнули в землю, чик, сюда шланг. И вот он стоит. Например, вот так. Ну, или у вас идет шланг, и вы его поддерживаете вот этими вот штуками. Все есть, ничего не нужно изобретать, никаких капельниц, никаких шприцов делать, тройнички. Все есть, все готово, и все стоит очень и очень недорого. Вот это вот все, что я вам показываю, нам обошлось меньше 20 долларов. Ну, не нам, моему товарищу, я не знаю, что он выращивает, но, наверное, какие-то цветочки. Ну, по крайней мере, хочет. Но у меня лежит уже пару месяцев. Я думаю, что если бы ему что-то очень сильно нужно было, что-то бы там какие-то фрукты у него бы засыхали, он бы напоминал об этом. А так, так не напоминает, поэтому только хочет. Так, смотрим дальше. Дальше еще. Вот я знаю вот здесь, что это прям очень интересно. Так. Это заглушки. То есть у вас идет шланг, тройничок, шланг, тройничок, шланг, тройничок. Отсюда приходит вода. И, скажем, это было последнее растение, которое поливалось. И вам нужно же как-то заткнуть. Конечно, можно вот так вот перекрутить, чем-то зажать какой-то прищепкой, но есть специально продуманное приспособление. Вот такой вот чопик. Раз. И все быстро, аккуратно, плотненько, красиво и недорого, что самое главное. Очень все бюджетненько. Очень бюджетненько. Он собрался на Raspberry Pi писать алгоритм управления поливом. И чтобы ему поливать, ему нужны помпы. И это, собственно, и есть помпа. Она, кажется, на 5 вольт. Тут ничего не написано. Нет. Origin написано. Эти помпы бывают разных вариантов. Мы взяли вот такой вариант, когда она вот так вот ложится. Есть такие, такие. Ну, нужно смотреть. Их огромное-огромное количество. Любую вашу фантазию все это удовлетворит. Итак, напряжение 1,8 вольта. Заработает? Да. Жужжит. Потребление 100 мА при 1,8 вольта. Сейчас дадим 3,3. Это, скорее всего, более стандартное напряжение для многих микроконтроллеров. Ох! Бодрее заработал. И жрет уже 130 мА. Ну, здесь еще одна помпа. Можно поливать, например, водичкой. А можно еще чем-то поливать. И чередовать. Сначала водичкой поливаешь, потом поливаешь чем-то другим. Водичкой, чем-то другим. Ну вот, в принципе, и весь джентльменский набор моего товарища, который собрался удариться в какую-то агротему. Правда, пока в микромасштабах всего лишь на подоконнике. Все когда-то с какого-то гаража начинали? Думаю, данное видео вам было интересно. Разбавить чем-то не по электронике. Береги себя. Крепко у тебя здоровья. И пока. И побольше витаминов кушай. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк. Это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока.